Появление полицейской машины у садика Добрыни в Абакане вызвало некоторую настороженность родителей автомобилистов. Первое, о чем можно было подумать, инспекторы будут штрафовать за неправильную парковку машин. Транспорт атаковал обочины. Но, как оказалось, в этом вопросе шоферам сегодня небольшие поблажки. Садик новый, место для стоянки еще не оборудовано. Поэтому все внимание другим нюансам – перевозке детей. Как ты в машине обычно ездишь? Очень хорошо. А на чем ты сидишь? На кресле. Это, во-первых, безопасность. Во-вторых, он уже привык к кресле сидеть. Он сам садится в свое определенное место уже. А вы сами верите в безопасность кресла? Так говорят, но я думаю, что да. Но лучше не проверять этого. Ребенок, он по салону не бегает, сидит на месте. Дорого без кресла возить. И действительно, штраф за такое нарушение сегодня 3000 рублей. Чтобы избежать его, инспекторы напоминают алгоритм использования удерживающих устройств. Самое безопасное место все-таки это на заднем сидении и посередине. Кресло обязательно должно быть закреплено. Более того, сзади допускается использование и встроенных в машину ремней безопасности. Однако применять их следует вместе со специальными адаптерами. Не запрещают инспекторы перевозить детей рядом с водительским местом, но в данном случае только в кресле. В ходе рейда попутно полицейские фиксировали и другие автонарушения. К примеру, несоблюдение скорости движения или непропускание пешеходов. Часто попадаются водители без документов, то есть люди забывают документы, как-то неответственно относятся к выполнению требований правил иметь при себе документы, либо вообще не имеют водительского удостоверения. Было остановлено три водителя, у которых при себе не имелось водительское удостоверение. Штраф за такое нарушение 500 рублей. Ну и, конечно, чтобы продолжить путь после составления протокола, владельцу авто нужно дождаться, когда ему документы все-таки доставят. Наталья Громашова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.